Здравствуйте, меня зовут Комарова Арина Викторовна, и я учитель образовательного портала Внешколы. И сегодня мы с вами проведем разбор тестов по английскому языку за 2014 год. Я предлагаю для начала вам проанализировать в целом тестирование по английскому языку за 2014 год. Итак, всего в тесте 43 задания. Собственно, в 2015 году будет такое же количество заданий. Типы заданий. Вы столкнетесь с заданиями на соответствие, с выбором одного правильного ответа, задания на заполнение пропуска в тексте, а также задания с развернутым ответом. Новых типов заданий ни в 2014, ни в 2015 году нет. Максимальный сырой тестовый балл, который можно набрать, 56 баллов. Проходной балл 2014 года составлял 10 сырых баллов, что равнялось 125,5 конкурсных баллов. И что еще хотелось бы заметить, то, что в разных по номерам тестовых тетрадях формулировки заданий могут отличаться, и мы будем разбирать только одну из них. Итак, давайте рассмотрим некоторые особенности заданий на соответствие. В тесте по английскому языку 2014 года 11 таких заданий. В 2015 году также. Вы можете видеть, как выглядят в бланке ответов данные задания. Обратите внимание на то, что нельзя ставить несколько крестиков в одну строчку. Можно дать следующие советы по решению данных заданий. Подбирайте заглавие к текстам или же к частям текста поочередно. И отмечайте ответы на все вопросы, даже те, которые вы не знаете, потому что у вас всегда есть возможность угадать. Одно правильно установленное соответствие равно одному сырому тестовому баллу. Итак, тестирование по английскому языку начинается частью чтения. И перед нами таск 1. В ходе данного задания вы должны соединить данные тексты или же отрывки одного текста с подзаголовками. Чтобы более эффективно выполнить данное упражнение, я предлагаю вам сначала прочесть подзаголовки, обратить на них внимание, потому что они более коротенькие, и вы потратите на прочтение данных подзаголовков немного совершенно времени. Итак, «Общайтесь с друзьями и отдыхайте». И последний подзаголовок «Write down and review». Записывайте и повторяйте. Теперь можно приступать к прочтению отрывков текста, потому что они как бы побольше по размеру. На этом моменте я предлагаю вам остановить наш видеоразбор и внимательно вчитаться в данные отрывки текста, чтобы потом, собственно, ориентироваться в правильных ответах. Ну, а теперь, после того, как я думаю, вы уже прочитали данные тексты, я предлагаю вам правильно расставить подзаголовки к частям текста. И первый кусочек текста мы дадим ему название «Agonize your work in space». Итак, давайте его расположим на правильном месте и выделим желтым, чтобы было видно, что это правильный вариант ответа. Почему? Почему этот пункт можно и нужно озаглавить «Организуйте свое рабочее место». Мы вчитываемся в смысл, правда? Убедитесь, что у вас под рукой есть все необходимое, прежде чем вы начнете учиться. Почему? Потому что вы потеряете свою сконцентрированность, если будете постоянно вставать и брать то стружилку, то линейку, то что-то еще. И в итоге вы просто потратите свое время зря. Именно этот пункт и можно озаглавить таким образом, как мы это сделали. Второе, второй наш абзац можно озаглавить таким образом. Get motivated. И сейчас мы с вами, посмотрев на смысл данного отрывка, убедимся в том, что именно это и есть правильным вариантом ответа. Итак, мотивируйте себя. Подтверждение в тексте. Подумайте о том, что означает для вас успех в учебе. Как вы себя чувствуете, когда вы преуспеваете в учебе? И помните, держите в голове у себя конечный результат, что и поможет вам, в принципе, преуспевать в учебе. Еще варианты. Вы можете найти какое-то изображение, фотографию того, что олицетворяет для вас успех. И расположите эту фотографию или, может быть, какой-то предмет где-то, куда вы смотрите во время обучения. И в целом все это можно охарактеризовать как мотивация. Мы именно этот вариант ответа мы с вами и выбрали. Третий отрывок текста мы озаглавим таким образом. Plan your time. Plan your time. Итак, выделим как правильный и обсуждаем. Во-первых, уже с первой фразы мы понимаем, что речь идет о каком-то планировании. Почему? Воспользуйтесь календарем или списком дат, или же настенным планировщиком, чтобы следить за тем, когда у вас экзамены, или же когда у вас конечные даты сдачи домашних заданий. Также, собственно, распределяйте свое учебное время в течение всей недели или же там семестра, потому что, чтобы не перенапрягаться в последнюю ночь. И уже буквально с первых двух фраз мы понимаем, что речь идет как раз о планировании собственного времени. Поэтому мы как раз и выбираем данный вариант ответа. Далее. Следующий отрывочек мы назовем take care of yourself, то есть позаботьтесь о себе. Почему? Well, давайте посмотрим. Буквально первая фраза. Вы будете учиться лучше, если вы чувствуете себя хорошо. Поэтому убедитесь в том, что вы хорошо кушаете, достаточно высыпаетесь. К тому же физическая нагрузка является очень полезной, но не переусердствуйтесь с этим. Также очень полезным является распределение, как бы даже планирование постоянных перерывов, когда вы учитесь. И, собственно, не забывайте о том, что вы должны много пить. И если вы будете придерживаться данных советов, то вы, соответственно, будете учиться лучше, потому что организм будете чувствовать хорошо, и память будет хорошо работать. Таким образом, этот пункт мы озаглавливаем как раз позаботьтесь о себе. Не только о своих знаниях, но и о своем теле. И последний пункт мы озаглавим как write down and review, то есть записывайте и повторяйте. И найдем подтверждение в самом пункте. Если вы будете записывать, делать подробный конспект на уроке или же дома, то это поможет вам существенно сохранить ваше время, сэкономить ваше время. Почему? Потому что переписывание и добавление каких-то пометочек ваш конспект – это замечательный способ повторить все то, что вы выучили. Именно поэтому мы выбираем пункт write down and review. И, как мы видим, действительно у нас остается три варианта ответа, которые нам в этом случае не понадобятся. Когда вы будете самостоятельно выполнять данное задание в ходе тестирования, я рекомендую вам сначала обозначить те пункты, в которых вы уверены максимально, и те, в которых вы сомневаетесь, то есть можно на свободных полях отмечать для себя возможные варианты, скажем, B или C, D или E. И потом уже по мере того, как вы двигаетесь дальше, может быть, какой-то из вариантов отпадет, и ответ для вас станет очевидным. А теперь давайте рассмотрим особенности заданий с выбором одного правильного ответа. Как видим, в тесте по английскому языку 2014 года пять таких заданий. В, собственно, 2015 году так же. Как выглядит в бланке ответов? Вы можете видеть справа. И замечание. Нельзя ставить несколько крестиков в одном задании. Что касается советов по решению, то мы советуем сначала внимательно прочитать текст, а потом уже отвечать на тестовые вопросы. И отвечайте, и, собственно, отмечайте ответы на все вопросы, даже те, которые вы не знаете, потому что вы всегда можете угадать. Одно правильно решенное задание равно одному сырому тестовому баллу. Итак, перед нами task 2. И в этом задании вы должны прочитать текст и дать ответы на вопросы к тексту. Поскольку читать вопросы не имеет смысла до того, как вы прочитаете весь текст, поэтому в данном задании вы должны сначала внимательно прочесть текст. Текст, который вам дан, называется A Different Way to Wake Up. То есть иной, другой способ проснуться. И на данном моменте нашего видеоразбора вы можете поставить на паузу и прочитать внимательно данный текст, чтобы потом вам было понятно, откуда берутся правильные варианты ответов к вопросам по тексту. Хорошо. Я думаю, что мы уже готовы с вами продолжать и находить правильные варианты ответов к указанным вопросам к тексту. Итак, смотрим на первый вопрос. It's the question number six. Which is the following is true about Matissellin? Какое из указанных утверждений является правдой, вот слово true выделено, относительно Matissellin? Итак, нам нужно определиться, что правда, что неправда. Разбираем каждый из имеющихся вариантов ответа. Итак, вариант первый. He taught at New York University. Он преподает, вернее, преподавал в Нью-Йоркском университете. На самом деле это неправда. Почему? Потому что он учился там, не преподавал. Мы можем смело вычесть этот вариант ответа. Вариант ответа B. Рассмотрим его. He liked fried bacon for breakfast. Ему нравилось кушать жареный бекон на завтрак. На самом деле об этом ничего не сказано в тексте, поэтому это тоже неправильный вариант ответа. Вариант C. Рассмотрим его. He got the idea of his alarm clock from others. Он получил свою идею своего будильника от других. Ну, похоже на правду, потому что, собственно, он советовался с другими. Как? Чем бы им было приятно, от чего им было бы приятно просыпаться. Пока что оставим. И смотрим вариант D. He got up at eight o'clock in the morning when a student. Он просыпался в восемь утра, утром, когда был студентом. Об этом также в тексте ничего не сказано. Там, где встречается цифра, собственно, время, да, восемь часов, вот здесь вот. If you said the alarm for eight o'clock. Это просто описание функциональности придуманного им будильника. Это не описывает его привычки, когда он был студентом. Поэтому это тоже неправильный вариант ответа. И остается у нас вариант C. То есть он получил свою идею от других. Почему? Потому что он спросил у людей, как бы вам было приятно просыпаться. От чего? И они сказали, от запаха бекона. Поэтому этот вариант ответа правильный. Итак, мы двигаемся дальше. У нас вопрос номер семь. What does the word they in line seven stand for? То есть какое существительное заменяет местоимение они, they, в седьмой строке. Мы сейчас вернемся к тексту, а пока давайте озвучим варианты ответов, да. Household chores, то есть обязанности по дому. Assignments, задания в университете, какие-то домашние работы. А вам clerks, будильники и классы, занятия. Итак, возвращаемся к строке, где у нас выделено they. И читаем данное предложение внимательно. Everybody has to deal with these every day, and they are extremely pleasant. Итак, каждый должен, собственно, сталкиваться с этими каждый день. И они очень раздражают. Нам непонятно, о чем идет речь. Значит, нам нужно посмотреть на контекст чуть-чуть выше. Смотрим предыдущий. He decided to create an alarm clock. Он решил создать будильник. И тогда нам уже становится понятно, что то, что раздражает людей каждый день, это будильники. И поэтому мы здесь выбираем как раз вариант ответа. Alarm clocks. Переходим к заданию номер восемь. Which is not mentioned in the text about the new alarm clock. То есть, что в тексте не указано, не обозначено относительно нового будильника. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что всегда важные вот эти вот частички not, не, true, правда, false, неправда, всегда выделяются. И это напрямую поможет вам правильно ответить на вопрос. То есть, будьте внимательны, когда вы читаете вопросы к тексту. Итак, давайте разбираться с вариантами ответа. То есть, мы ищем то, что не указано в данном тексте. So, hey, it's safe to use. Будильник безопасен в использовании, в употреблении. И это правда. То есть, это указано в тексте. Почему? Когда в тексте мы читаем о том, что вы не обожжетесь от этого будильника, он не загорится, и бекон, положенный туда, не пропадет, это, собственно, и говорит о том, что будильник безопасен для использования. Поэтому этот вариант нам не подходит, потому что это указано в тексте. Вариант B. It's popular with people. Он популярен среди людей. Опять-таки, подтверждение того, что эта информация есть в тексте, присутствует в этом отрывочке. But people continue to hear about his invention, and email him every day asking where they can buy his LM-clock. Но люди продолжают узнавать о его изобретении и пишут ему электронные письма каждый день, интересуясь о том, где они могут купить его новый будильник. Поэтому эта информация также указана в рассказе, в тексте, и нам не подходит этот вариант ответа. It's a result of teamwork. Будильник является результатом командной работы. Собственно, этот вариант ответа нам также не подходит. Почему? Потому что эта информация есть в тексте. Обратите, пожалуйста, ваше внимание на данный кусочек. So, Selene and two classmates invented a new kind of volume clock. Итак, Selene и два одноклассника изобрели новый вид будильника. То есть его изобретали три человека. Это явно уже работа не одного человека. То, соответственно, будильник – это результат командной работы. Автоматически мы отмечаем вариант D как правильный. Но давайте все-таки убедимся в том, что он действительно правильный. It's available in several models. Этот будильник доступен в нескольких моделях. Это не указано в тексте. Почему? Потому что то, что сказано о различных моделях будильника, содержится вот в этой строчке. Maybe I can develop some other models. Может быть, он разработает какие-то другие модели. То есть на самом деле сейчас Selene занимается совершенно другим делом. Он не толкает свой продукт, он получил хорошую оценку за свое изобретение и занимается совершенно другими делами. Поэтому действительно эта информация не указана в тексте. Будильник недоступен в различных моделях. Девятый вопрос. What is Matty working on now? То есть над чем сейчас работает Matty? Чем он сейчас занимается? Я предлагаю вам вернуться к тексту, и вы сразу найдете правильный вариант ответа. Сейчас, в настоящее время, он занимается компьютерным обеспечением. Соответственно, мы сразу можем найти правильный вариант ответа. Это computer programs. Он занимается компьютерными программами. Над ними он сейчас работает. И последний десятый вопрос. Which of the following does the author mention in the text? Что из этого автор таки упоминает в тексте? Вы видите, что не выдвина частичка not, поэтому... Здесь нет. Поэтому мы с вами ищем то, что есть в тексте. Итак, вариант A. Matty was given the task to make a nullum clock. То есть Matty получил задание создать будильник. Я могу сказать, что это неправильный вариант ответа. Почему? Вот как звучало задание, сформулированное на уроке. Create something for the household. Создайте что-то для домашнего хозяйства. И он решил создать будильник. Это его личное решение. Никто не давал задания конкретно создать будильник. Поэтому вариант A нам не подходит. Идем дальше. И вариант B. Matty was successful in selling his aroma alum. Matty преуспел в продаже своего аромобудильника. Нет, тоже неправда. Почему? Потому что он не занимался, в принципе, продажей своего будильника. Мы знаем, что сейчас он занимается компьютерным обеспечением. И, собственно, вот так же подтверждение. Вот это вот весь кусочек является подтверждением того, что он сейчас никак не связан с его будильником. То есть S.L. получил пятерку и продолжил заниматься своими делами. И, собственно, он больше и не сейчас он как раз занимается программами, а не продает своего аромобудильника. Поэтому этот вариант ответа также не верен. Будильник Matty произносит три визжащих таких звука. Это, как вы понимаете, неправильно. Почему? Потому что весь текст посвящен тому, что Matty создал аромобудильник, который будет у вас запахом жареного бекона, а никак не какими-то звуками. Поэтому это неповерный вариант ответа. И остался последний вариант ответа. Он правильный, но давайте убедимся в этом. Значит, Matty's alum clerk fulfills two functions. То есть будильник Matthew выполняет две функции. И это правда. Почему? Во-первых, он у вас будет приятным запахом жареного бекона. Во-вторых, вы просыпаетесь и можете сами скушать тот бекон, который пожарился в этом будильнике. Поэтому он и выполняет две функции. Таким образом, мы с вами рассмотрели Task 2. Итак, перед нами Task 3. Задание номер 3. В ходе данного задания нужно соединить, в общем-то, предоставленные варианты ответов с описанием деятельности указанных детей. Что конкретно нужно сделать, мы с вами можем понять и найти как раз вот после всех этих информационных кусочков. Итак, мы видим здесь следующий запрос. Who are the kids? И продолжение. То есть кто из детей и что-то делает. Я предлагаю вам такое задание выполнять как раз в следующей посредственности. Мы сначала разбираемся с этими маленькими описаниями, да, то есть кто из детей что делает, а потом мы будем возвращаться к каждому конкретному ребенку и решать, что же подходит, какая характеристика правильно относительно этого ребенка. Итак, давайте начнем. Кто из детей и следует окружающий мир вместе с домашним питомцем? Кто из детей беспокоится об использовании слишком большого количества воды? Кто из детей мечтает о дальних морских путешествиях? в морских плаваниях? Who are the kids would like to be a water expert? Кто из детей хотел бы стать водным экспертом? Who are the kids shows experiences to others? Кто из детей показывает свои впечатления, демонстрирует свои впечатления другим? Who are the kids found an alternative way to view water life? Кто из детей обнаружил альтернативный способ смотреть на жизнь под водой? Who are the kids has prepared for the exploration experience? Кто из детей приготовился к исследованию, к изучению? And who are the kids likes long boarding trips? Кто из детей любит длинные прогулки на лодках? Итак, мы получили нужную нам информацию, да, то есть что мы с вами ищем. Теперь мы возвращаемся к каждому конкретному ребенку, читаем его, описание его деятельности, и потом будем с вами решать, какой же вариант подходит именно ему. Итак, если вас сейчас будут интересовать конкретно английский вариант, то я предлагаю вам остановить на этом моменте наш видеообзор и, соответственно, прочитать внимательно описание первого ребенка. Однако... Итак, я думаю, вам так лучше видно. А я буду предоставлять вам уже перевод идейный, то есть то, что нам может помочь в определении того, какая же характеристика ребенка нам конкретно поможет. Итак, Diego from Virginia. Diego из Вирджинии, да? И вот что он, собственно, любит делать. Он говорит, что когда он только ступил на тропу вдоль данной речки, он понял, что весь цивилизованный мир просто для него пропал. Он думал только... Рио думает, что единственное существо, которое любит исследовать окружающий мир, окружающие воды так же сильно, как и он, это его большая коричневая собака, которую зовут Паиза. Потому что этот пес с большим удовольствием плескается вокруг и заходит в воду по шею. Итак, какая здесь главная идея, что вам могло сразу броситься в глаза и вслух, да? То, что этот мальчик всегда исследует воды вместе со своей собакой. Соответственно, мы понимаем, что правильный вариант ответа для этого парня это то, что он ходит и, собственно, занимается исследованием окружающего мира на пару со своим домашним питомцем. Итак, давайте выделим данный вариант ответа и обозначим его как правильный. So Diego from Virginia goes exploring with a pet. Окей. Едем дальше. И на очереди у нас девочка Мэдлин from Texas. Маделина из Техаса. Опять-таки, вы можете здесь нажать на паузу, прочесть внимательно текст. И, собственно, вы так можете делать перед... В общем-то, когда мы будем читать про каждого ребенка. Но я буду уже предоставлять вам русский вариант для понимания. Итак, в то время, как мы исследовали Redwoods в прошлом году, в прошлом летом, моя семья спустилась к реке Ил. Мы не могли плавать в реке, потому что в ней было очень много белозеленых водорослей. И поэтому мы решили сделать специфические водные очки, чтобы нам было проще посмотреть туда, вглубь воды. И как бы без того, чтобы заходить туда слишком глубоко. И мы увидели там водных насекомых, рыбу и даже змею, которая проплывала мимо нас. Итак, ключевым во всем этом тексте для нас будет именно вот эта вот часть. Мы решили сделать специальные водные очки или водные бинокли, которые помогли нам посмотреть вглубь воды. При этом мы не заходили слишком глубоко в воду. И это нам подсказывает о том, что наш правильный вариант ответа среди представленных – это found an alternative way to view water life. То есть эта девочка нашла альтернативный способ смотреть на жизнь под водой. Итак, давайте отметим данный вариант ответа как правильный. Окей. Итак, следующий мальчик – это Кеннон из Флориды. Я контролирую уровень воды в моем пруду, чтобы обнаружить влияние ливней и засухи. Также это позволяет мне узнать, когда мне нужно поливать мои растения и когда был достаточно сильный ливень. Также я люблю изучать качество воды в пруду. Изучение воды стало моим очень сильным увлечением. И однажды я хочу, чтобы это стало моей карьерой. Итак, то, что мы можем сказать на стиле этого мальчика, то есть Кеннона из Флориды, то есть то, что он хочет изучать качество воды на профессиональном уровне, то есть он хочет стать водным экспертом. Вот как раз этот вариант ответа нам с вами и подходит. He would like to be a water expert. Он хочет быть водным экспертом. Then, следующий – это Майкл из Нью-Йорка. Застенчивый зеленый азиатский краб замирает, когда сталкивается с объективом моей камеры. Я задерживаю дыхание, фокусируясь на животном напротив меня и нажимаю на спуск. При этом я стараюсь запечатлеть данный момент навсегда. Фотография позволяет мне исследовать нашу планету и себя в том числе. Благодаря тому, что я делаю эти фотографии, я могу поделиться своими впечатлениями, своими эмоциями от исследований мира со своими друзьями. Поскольку он делает фотографии, и он делится своими фотографиями со своими друзьями, это как раз нам помогает определить в том, что этот мальчик shows experiences to others, то есть он показывает свои впечатления, демонстрирует свои впечатления другим. И тогда мы можем отметить этот вариант как правильный. Итак, хорошо, едем дальше. Джонатан из Массачусетс. Спускаясь, я не мог не чувствовать, не ощущать замкнутость пространства и возбуждение. Я ждала того момента всю жизнь, и сейчас я так нервничал. С 12 лет я читаю и учусь. У меня уже полно знаний. Есть лицензия на дайвинг и очень большое количество снаряжения, которое тянет меня вниз. И я с удовольствием тону в теплых водах Карибского моря, место, по сечении которого я мог только мечтать. Итак, это Джонатан. С тем, что он в 12 лет готовился к тому, чтобы погрузиться под воду, мы можем сделать вывод и выбрать правильный вариант для этого ребенка. Это has prepared for the exploration experience. Он приготовился для исследования. То есть он подошел серьезно к этому вопросу и долго готовился к тому, чтобы осуществить погружение. Поэтому правильный вариант как раз этот. Has prepared for the exploration experience. And 16. 16 задание. Коби from New Mexico. Девочка Коби из New Mexico. Я очень люблю ходить с рюкзаками, подниматься с рюкзаками к нашему любимому месту для кемпинга, которое находится в одном из каньонов. Величие гор впечатляет меня тогда, когда я ищу личинки ручейника под камешками в реке. И меня очень разочаровывает, печалит тот факт, что вся вода, скорее всего, захламится, испортится, загрязнится в моем городе, пока я здесь, собственно, плескаюсь сколько в моей душе угодно. То есть эта девочка переживает о том, что будет с водой, да, почему-то она здесь плескается в ручейке, и все хорошо. А в городе вода уходит зря. Waste – это тратится зря. Waste in my city – то есть зря тратят воду. Поэтому эта девочка переживает about using too much water. She worries about using too much water. И давайте отметим данный вариант как правильный. Окей. И у нас осталось три ненужных нам... Вернее, два ненужных нам варианта. Dreams of faraway voyages and likes long-boring trips, которые нам с вами не пригодились. Таким образом, мы с вами рассмотрели task number three. А теперь давайте рассмотрим особенности заданий на заполнение пропусков в тексте. Сразу хочется отметить, что таких заданий больше всего в тесте по английскому языку. Итак, если быть точным, то их 25 заданий. Собственно, в 2015 году количество не изменится. Вы можете справа увидеть, как выглядит данный вид заданий в бланке ответов. И опять-таки обратите внимание на то, что нельзя ставить несколько крестиков в одном задании. Советы по решению. Обращайте внимание на контекст, потому что все задания на заполнение пропусков всегда связаны с контекстом. Обращайте внимание как на лексический, то есть слова, особенности употребления слов, взаимосочетания в предложении. Также обращайте внимание на грамматический контекст, то есть можно ли вставить это слово или этот кусочек предложения в пропуск с точки зрения грамматики, или же что-то будет противоречить полученному предложению. Отмечайте, пожалуйста, ответы на все вопросы, даже те, которые не знаете, потому что вы всегда можете угадать. И одно правильно решенное задание равно одному сырому тестовому баллу. Итак, давайте рассмотрим задание номер 4. В этом задании вам нужно подобрать кусочки предложений и вставить их на нужные места в тексте. Подбирать нужно кусочки как по смыслу, так и с точки зрения грамматики. Итак, давайте вместе разбираться с данным заданием. Как обычно, есть несколько лишних вариантов ответа, которые, собственно, и существуют для того, чтобы вас запутать. Однако мы на это не поведемся. Итак, music for the soul. Музыка для души. Я предлагаю вам вместе разбираться, чтобы нет необходимости читать отдельно этот текст полностью. мы можем вместе проходить это упражнение. So, it's impossible for me, blank, when it comes to the subject of music or the music program in school. Давайте переведем. Для меня является невозможным, когда дело касается музыки или музыкальной программы в школе. Конструкция it's impossible for me является особенной, потому что после нее и после подобных, то есть когда у нас есть it is или it was, далее идет прилагательное, вот он для кого, for me, да, далее должен идти инфинитив с частичкой to. И среди имеющихся вариантов у нас только два подходят с точки зрения грамматики. Это to be completely objective, быть абсолютно объективным, и to relax from the tension of homework or tests, отдохнуть от напряжения домашних заданий и тестов. А теперь по смыслу. Попробуем подставить каждый из этих кусочков. Для меня невозможно быть абсолютно объективным, когда речь идет о музыке и музыкальных программах в школе. Или же для меня невозможно отдохнуть от напряжения домашних заданий и тестов, когда речь идет о музыке и музыкальной программах в школе. Что вам нравится больше? Конечно же, больше подходит вариант to be completely objective. Именно его мы и ставим как правильный. И, соответственно, выделим, чтобы было видно, что мы уже определились с этим вариантом как с правильным. А пока что вариант последний мы не трогаем, который мы не выбрали, он нам, может быть, поднадобится позже. Итак, едем дальше. Очень часто для того, чтобы определиться с тем, какой кусочек вставить нужно, нам достаточно прочитать только то предложение, в котором имеется пропуск. Но не всегда. Иногда бывает важно действительно понимать весь контекст, поэтому я все-таки предлагаю вам не пропускать предложений, когда мы будем с вами выполнять данное упражнение. Итак, продолжаем только переводить дальше. Я состою в школьном музыкальном коллективе с шестого класса. А вот здесь достаточно интересное предложение, достаточно сложное для понимания. Перевод можно сделать только художественным, для того, чтобы понять, о чем идет речь. Меня заворожило единство и структура музыки, и я попался, как рыбка, на удочку. И в этом случае нам как раз вот нужен вариант like a fish at the end of a line. К тому же мы можем понять еще, вот прежде всего, конечно же, по смыслу, безусловно. Я не могу сказать, что это какой-то устойчивый фразеологизм, то есть это как бы выражение, это как бы просто сравнение в английском языке, в данном случае употребляется. Но понять это можно было как? Можно было, во-первых, с точки зрения грамматики. Получается, что music pulled me in, она меня захватила, поглотила меня. И далее, вот смотрим по вариантам. Lack of live music. Отсутствие недостаток живой музыки. Не подходит по смыслу. Holding my saxophone. Держа мой саксофон. Вообще, как бы, речь не о том саксофоне. Lacking a music program. Опять отсутствие музыкальной программы нас не интересует в этом случае. Вот еще нас могло сбить. Lacking a jigsaw puzzle. То есть, но jigsaw puzzle – это пазл как таковой, который состоит из таких частей, вот как мозаика. И вам нужно собрать этот пазл. Но здесь как бы музыка не может захватить, вот как пазл. А вот как поймать рыбку на удочку – это да. Showing up to play for them – выступая для них, играя для них – тоже не подходит. И, собственно, to relax from the tension of homework attests. Опять-таки, здесь грамматически даже не подходит, то есть, с точки зрения грамматики – никак. И вот такой вариант ответа в итоге мы с вами нашли. Это like a fish at the end of a line. So, let's go further. I was interested in how so many instruments could all have different parts and still fit together. Мне было интересно, как такое большое количество инструментов могло иметь разные части и всё ещё подходить друг к другу. И вот хочется самим сказать «как». А у нас только одно «как» осталось-то – «как» – пазл. То есть, когда части идеально подходят друг к другу, такую очень уместно употребить сравнение «подходить как пазл». И вот мы как раз сюда и вставим этот вариант ответа. Like a jigsaw puzzle. Едем дальше. Я несерьёзно относился к идее играть на сложных инструментах до того, как я решил пойти по стопам старшего брата и вложить денежку в саксофон. Он вложил денежку в саксофон. Это мы помним. И теперь предложение. Шесть лет прошло с тех пор, как… Впервые. И я всё ещё наслаждаюсь игрой. То есть, понятно, что речь идёт о чём? О саксофоне. Поэтому… А у нас с вами есть только один вариант ответа, который соответствует вообще теме саксофон, со словом «саксофон». И это «holding my saxophone». То есть… Шесть лет прошло с тех пор, как я впервые взял в руки саксофон, и мне всё ещё нравится играть. Теперь, с точки зрения других вариантов, да? Шесть лет прошло с тех пор, как… Не хватает живой музыки. Не катится. Не подходит. Шесть лет прошло с тех пор, как не хватает музыкальной программы. Тоже не подходит. С тех… Шесть лет прошло с тех пор, как выступать, чтобы играть для них. Для них. Для кого для них. У нас не говорится, о ком идёт речь, поэтому нам не подходит этот вариант. И, собственно, после «since» употребить «infinity» с частичкой «to» – «to relax». Просто нельзя с точки зрения грамматики. Поэтому мы убираем именно этот вариант ответа. Дэн. Хотя я действительно рассматриваю школу как очень весёлое и интересное место с оригинальными учителями и замечательными учениками, «мне бы не понравилось» здесь «если бы», «if it was» и опять-таки «blank». «Was»… Собственно, в этом случае мы можем по-разному его понимать, но давайте поставим вариант ответов. «It if it was the lack of live music». «Если это был бы недостаток живой музыки». Ну, в школе живая музыка, но это всё-таки не заведение, поэтому там живой музыки нет, уроки музыки не считаются. «If it was lacking a music program». Если бы не было музыкальной программы, то есть уроков школьных. «Если бы нужно было выступать для них». и «if it was to relax», то есть если бы нужно было отдыхать от напряжения домашнего задания или тестов. И я думаю, что послушав все эти варианты ответов, вашему уху тоже было бы лучше всего воспринимать именно вариант ответа «if it was lacking a music program». И по смыслу, собственно, этот вариант подходит больше всего. И давайте его выделим как правильный. Далее. Для людей в музыкальном коллективе классы, то есть уроки музыки, являются способом убежать от математики, английского и уроков точных наук, которые проходят каждый день. Музыка – это способ для студентов, music is a way for students and blank. Конструкция. Something, в этом случае music, is, то есть глагол to be, is что-то, way for students, например, что-то is a way, для кого? Для студентов, for students. Что сделать? Отвечает на вопрос, даже в русском языке, отвечает на вопрос глагола, на вопрос даже инфинитива. А у нас остался только один инфинитив, это to relax from the tension of homework or tests. И поэтому мы переносим наш вариант ответа как раз на нужное ему место. Если вы не вспомните, что такое, или не узнаете в эту конструкцию, скажем, просто с точки зрения грамматики, подставляйте все возможные варианты. Музыка – это способ для студентов, нехватка живой музыки. Ну, нет смысла в этом предложении. Или же музыка – это способ для студентов, показывая представление, играть для них. Но нельзя по грамматике построить предложение «music is a way for students showing up to play for them». Там не будет употребления глагола с инговым окончанием, поэтому этот вариант не подходит. Но и по слову не очень звучит. Музыка – это же ведь не только выступление для кого-то. Таким образом, мы с вами разобрали task number four. Итак, мы продолжаем разбор тестирования по английскому языку за 2014 год. И перед нами часть использования языка. И мы сейчас будем разбирать задание номер пять. В этом задании вам нужно дополнить текст определенными словами. Эти слова обычно относятся к какому-нибудь синемичному ряду, или же они похожи по значению, но не всегда в определенном контексте могут употребляться. Поэтому при выполнении данного задания нужно быть очень внимательным и обращать внимание на ближайшее окружение данного слова и решать, употребляется ли оно в данном контексте или не употребляется. Итак, наш текст называется «This week's dream», то есть «Мечта этой недели». Перейдем же к самому тексту. Большинство пабов на острове Бермуды имеют два телевизора. На одном из них транслируется крикет, на другом – бейсбол. Последние десятилетия американская культурная у нас пропуск на что-то там и решаем, какое слово нам здесь нужно употребить. American cultural blank over this little archipelago in the Western Atlantic has been strong. Итак, варианты. Американско-культурный эффект, американско-культурное присутствие, американско-культурное влияние или американско-культурное введение, то есть introduction. Конечно же, максимально подходящим вариантом является вариант C-influence, то есть American cultural influence over this little archipelago. Мы выбираем вариант влияния. По смыслу. Итак, так вот, последние несколько десятилетий американское культурное влияние на этот маленький архипелаг на западе Атлантического океана было достаточно сильным, но оно и, собственно, осталось на территории Британско-Британского заокеания, и, собственно, эта территория является самой старой. Бермудские острова являются старомодным, демократическим и очень дружелюбным местом. Well, и дальше мы видим такое, собственно, устойчивое выражение, как blank the eye. И здесь единственный правильный вариант ответа – это catch. Catch the eye of any stranger. Почему? Потому что это устойчивое выражение. Catch the eye переводится как привлечь внимание или же поймать взгляд. Это, собственно, употребляется как подтверждение, да, то есть поймайте взгляд от любого незнакомства на улицах Бермуд, и он вам улыбнется и еще и поздоровается с вами. Then, the island was known blank the Spanish but still inhabited in 1609. И далее мы продолжим по словам, мы решим, что мы сюда ставим, какой предлог. Итак, остров был известен кому? Испанцам. И в этом случае возможен только один вариант. Это to. Was known to. Вы можете достаточно перепутать предлог to и for, то есть подумать, что был известен для испанцев, но это как раз влияние русского языка на английский, и вот нам кажется, что так лучше сказать, но на самом деле правильно сказать was known to. Так вот, этот остров был известен испанцам, и будучи все еще не заселенным в 1609 году, когда Тогда, когда сэр Джордж Соммерс наскочил на мель во время шторма, и давайте подбирать варианты ответов. Devoted. Собственно, быть преданным, быть преданным британской короне. В данном случае не подходит данный вариант ответа. Далее, requested – это запросить, спросить о чем-то, поинтересоваться, тоже не подходит. Dedicated – это посвящать, например, как посвящать стихи. И в этом случае лучше всего подходит вариант declaimed, то есть объявил остров собственностью британской короны. Как раз and claimed it for the crown. далее. The pretty town of St. George's, which he founded in the oldest English blank in the new world. Милый город St. George's, который, собственно, он и основал, является самой старой английской в новом мире. и варианты ответа. Community, то есть сообщество, group, группа, public, собственно, общество, и audience, зрители, наблюдатели, аудитория. И в этом случае нам по смыслу лучше всего подходит как раз вариант A, community, потому что другие варианты неуместны в данном случае. Тем более, что community это некая группа людей, которая может быть объединена как идеей, так и территориально, то есть жить на какой-то определенной территории. В данном случае нам как раз подходит вариант community. Then, розовый это определяющий цвет данного острова. Это популярный, также является популярным цветом для шорт, которые как раз и называются бермуды. And here и здесь у нас опять-таки пропуск. So, bermuda shorts blank by some locals. Шорты, которые ну, то есть носимые местными жителями. put это класть, dressed одевать, carried носить, ну, скажем, вот, как сумку to carry a bag, нести сумку, а как раз носить об одежде это глагол wear. Но в этом случае нам нужно в третьей форме, поэтому как раз мы выбираем вариант de-worn. So, worn by some locals. Итак, какие шорты носят местное население обычно под пиджак с галстуком. Well, many of the islands bungalow are pink, its buses are pink, and some are its beaches blank to grains of coral in the sand. Итак, много, многие bungalow на острове также розового цвета, автобусы розового цвета и пляжи розового цвета. А вот здесь как раз 29-й пропуск. Обратите, пожалуйста, внимание на следующий предлог, да, после пропуска. Это предлог to. И варианты. Inundated to. Inundated to переводится как чтобы. Далее должен идти инфинитив, а у нас с вами стоит существительное grains. Далее, вариант следующий because to. Союз because, потому что не управляет предлогом to, поэтому этот вариант мы тоже с вами откидываем. Thanks to. Как раз это правильный вариант ответа благодаря. Однако, давайте проверим и последний вариант did, чтобы убедиться в том, что мы выбрали правильный вариант ответа. In spite of там должен быть предлог of, а не to. И in spite of будет переводиться как несмотря на что-то. А у нас контекст следующий. Благодаря кораллам в песке. Then, the next part, the next blank. Начинается, собственно, наше предложение как раз с пропуска. И мы должны вставить один из предлогов. И какие у нас варианты? Давайте посмотрим сначала на само предложение, да? То есть пропуск, а далее другие естественные чудеса бермут и перечисление, да? То есть что именно относится к этим чудесам. Итак, смотрим на вариант ответов. Within это в пределах, нам такой вариант по смыслу не подходит. Along вдоль тоже не подходит. Between между, ну это как стул стоит между столом и шкафом, например, то есть этот вариант нам тоже не подходит. Как раз вариант among среди подходит нам максимально по смыслу. Итак, среди других естественных чудес бермут можно обнаружить кристальную пещеру. Это пещера, пещерный комплекс с большим количеством сталагмитов и сталактитов, а также богатый мир птиц. Например, особенно на острове, остров Проспера, обычно, и вот, собственно, его характеристика, данная в кавычках, также с пропуском. Blank of noisy sounds and sweet ears. Опять-таки обращаем внимание на последующий предлог. Это предлог of, опять-таки. И смотрим возможные варианты, которые нам предоставляются. Field of. Field это наполненный, но глагол field управляет предлогом with, а у нас стоит of, поэтому этот вариант не подходит. Packed напакован, то есть чем-то упакованный в этом случае не подходит относительно характеристики такой, ну, красивый, да, остров полон все-таки шумов, звуков и приятных запахов, поэтому packed не подходит по смыслу. Rich богат, но rich управляет предлогом in, rich in, и как раз остается правильный вариант ответа это full. Full of как раз переводится как полон чего-то. Получается, что остров Проспера полон разных шумов, звуков и приятных запахов. И также Бермудские острова шумят звуком песен птиц while blank dawn and twilight. Здесь должен быть предлог, который указывает, что это собственно все происходит как на рассвете, так и сумерка. На рассвете это устойчивое выражение, которое звучит на английском как at dawn. То есть любые другие варианты в принципе не подходят, потому что это устойчивая фразеологическая единица. Таким образом, мы с вами рассмотрели пятое задание. Итак, перед нами задание номер шесть. В ходе данного задания вам также нужно заполнить текст собственно необходимыми словами, однако в этом случае вы должны выбрать правильную грамматическую форму слова, а не правильное по смыслу слово подобрать. Итак, давайте перейдем к выполнению данного задания. Japan under snow Япония под снегом. Why do yourself your was thinker blank Japan winter? Почему так мало из нас думает о по смыслу мы понимаем, что мы сталкиваемся с глаголом visit, значит перевод будет так мало из нас думает о посещении Японии зимой. Смотрим на ближайшее окружение. Мы видим перед нужным нам словом, перед пропуском предлог оба. Вы знаете, что после предлога мы можем употребить только форму герунде, особенно после предлога то есть нам нужен глагол с ингом окончанием. Все остальные формы нам не подходят в этом случае, потому что у нас есть предлог оба. Дальше On the North Island of Hokkaido snow is as blank as in Finnish Lapland but it's not as cold. На собственно на северном острове Hokkaido снег является также и мы видим, что у нас все слова даны и синонимический ряд да, вот слово гарантия гарантировать значит снег является таким же гарантированным как и финская Лапландия но не так холодно смотрим значит на окружение ближайшее у нас есть as пробел ну то есть пропуск as такой как и имеющиеся варианты то есть нам здесь нужно вставить какое-нибудь либо прилагательное либо наречие guarantee вариант a и c guarantee это гарантия обязательства и это существительное то есть они нам не подходит данные варианты нам уж наверняка не подходит что касается варианта b guaranteed и варианта d guaranteed то здесь нам нужно разобраться с вами в некоторых моментах связанных с темой причастия так есть есть такое различие причастие в третьей форме причастие с накачением ing в том что id дает нам некоторую пассивность то есть гарантированный кем-то чем-то гарантированный а inc дает нам более активную позицию более активный оттенок то есть гарантирующий какой и в этом случае снег является таким же гарантированным а не гарантирующим что-то поэтому нам подходит здесь вариант b далее and the resorts are blank managed and the facilities are first class итак и собственно курорты являются здесь мы видим варианты все от слова красивый да то есть и также курорты являются красиво оформленными и все оборудование обслуживания находится на высшем классе на высшем по высшему разряду смотрим у нас ближайшее окружение нашего пробела это are и managed то есть это мы понимаем что это форма пассива present simple passive то есть это глагол и что может у нас модифицировать то есть характеризовать глагол какая часть речи глаголы у нас характеризуют обычно только наречия поэтому наша задача состоится к тому чтобы среди всех вариантов ответа beauty beautiful beautiful and beautiful найти наречия beauty это существительная красота нам не подходит beautifully похоже на наречие это собственно есть наречие красиво поэтому это наш вариант ответа правильный однако давайте проверим оставшиеся beautify это украшать это собственно глагол и мы понимаем это по суффиксу i f y как раз это суффикс указывающий на на глагол еще подобные electrify например и последний вариант d beautiful это вообще прилагательное хорошо вам известное и оно имеет суффикс full который как раз и показывает нам то что это прилагательное итак наш правильный вариант ответа это beautiful то есть как в курорте в курорте русуцу вы найдете 18 миль ухоженных лыжных трасс которые собственно приспособлены подходят для любых возможностей и вы будете при этом кататься через отлично удобно расположенные березовые и бабуковые леса niseko is even blank with 30 miles of trails and plenty of bees too далее речь идет о курорте niseko и говорится что он даже вот вам даже по-русски я думаю вам хочется сказать что он даже больше и вы заметили что вы употребили сравнительную форму такая же ситуация наблюдается в английском языке вы должны от прилагательного большой взять собственно сравнительную форму больше то есть курорт niseko даже больше по размеру и мы ищем просто сравнительной степени и конечно же подходит только один вариант ответа это bigger biggest это самый большой big просто большой the biggest тоже самый большой и его характеристика что в этом курорте 30 миль этих лыжных трасс и большое количество места где вы можете оказаться собственно вне этих трасс итак нас конкретно интересуют фразы которые находятся в кавычках восточная и мы видим что у нас варианты слова зима прописаны соответственно восточная зимняя страна чудес и если вы видите здесь апострофы то или качание с и прочее значит речь идет конечно же о правильном употреблении притяжательного падежа ключевое слово winter зима давайте вспомним основное правило притяжательного падежа мы можем образовывать притяжательный падеж только от существительных которые обозначают одушевленные ну как бы лица да то есть от людей редко от животных в этом случае зима нам никак никак не подписывается под это правило и поэтому мы в принципе не можем образовать от нее притяжательный падеж соответственно вариант winters с апострофом и d winters отпадают сразу теперь остается либо winters либо winter winter значит у нас в этом случае это слово употребляется как прилагательное зимняя страна чудес и есть такое употребление есть такая функция существительного как в значении как бы прилагательного перед другим существительным и в этом случае нам нет необходимости ставить его множественное число говорить winters зимы поэтому этот вариант это также не верен и остается только winter wonderland то есть какая зимняя страна чудес таким образом мы с вами рассмотрели задание номер шесть итак мы продолжаем рассматривать задание номер шесть и второй текст в рамках данного задания называется the turkey pardon то есть помилование индюшки итак давайте начнем each year and at Thanksgiving the president of the United States blank a gift of a life turkey and let's appear давайте выделим этот кусочек предложения для того чтобы определиться с тем какое слово нам нужно вставить в пропуск итак каждый год на день благодарения президент США и мы видим варианты возможные глагола receive то есть получать он получает в качестве подарка живую индюшку и мы видим что у нас для того чтобы определить правильно время глагола receive есть специальное сигнальное слово each year каждый год в день благодарения действие которое происходит регулярно в настоящем описывает время present simple то есть у нас варианты is receiving present continuous отпадает и вариант receive received в past simple тоже отпадает теперь остаются два варианта receive или же receives это оба глагола относятся к present simple однако посмотрим на подлежащее в данном предложении это подлежащее the president то есть президент его можно заменить местоимением he соответственно мы выбираем вариант receives а не receive теперь смотрим на то что в скобочках alone blank and alternate in case something blank to the official chucky смотрим сначала на первую часть вот до слова in case alone blank and alternate и так вместе с дополнительными то есть замену как бы в качестве замены других другими индюшками в это выражение устойчивая alone with то есть в этом случае нам не подходит никакой другой предлог ни for ни in потому что данная конструкция alone with является устойчивой и так вместе с запасными запасной индюшкой и теперь переводим дальше в случае если что с официальной индюшкой нам нужно опять-таки вставить глагол happen в нужной подходящей форме в случае если что-то случится что сделать то есть действие на будущее соответственно можно сказать что нам нужно будущее время однако мы не можем поставить will happen почему потому что перед собственно данным глаголом употреблен союз in case в случае а он такой что не разрешает после себя употребление future simple а только времени present simple настоящего простого времени опять-таки у нас отпадает present continuous по этой же причине и остается happens или happen но поскольку у нас подлежащее something то есть что-то это синоним это слово можно заменить местоимением оно поэтому поэтому мы выбираем как раз вариант happens как правильный далее at a white house ceremony the president blank parents the national thanksgiving turkey and the alternative turkeys let's up here итак на официальной церемонии белого дома президент и мы видим что у нас разные варианты слова традиционный традиция то есть он традиционно помилует или милует собственно эту национальную индюшку и собственно всех запасных дополнительных индюшек значит в этом случае обратите пожалуйста внимание на грамматические аспекты пропуска под номером 41 президент традиционно милует то есть в этом случае нам нужно какая часть речи конечно же на речи давайте давайте теперь проанализируем те слова которые у нас даны как варианты ответов традиционный это существительное суффикс a-r-i survive well потом традиционал это какой потому что суффикс a-l традицион опять-таки существительное суффикс i-o-n и только вариант д традиционный как подходит нам как правильный традиционно и далее значит он собственно помилует и в общем-то нас интересует теперь с места allowing them blank out the rest of their lives on a farm получается позволяя им то есть этим индюшкам всем дожить остаток жизни спокойно себе на ферме нас интересует глагол allow почему потому что он такой специфический после которого употребляется только инфинитив с частичкой to соответственно вариант ответа у нас может быть только единственный это вариант c to live allowing them to live по этой причине остальные все варианты нам не подходят потому что allow somebody to do something вот такая вот конструкция для этого глагола позволять кому-то что-то сделать итак рассмотрим особенности задания с развернутым ответом в тесте по английскому языку 2014 год и собственно 2015 тоже всего лишь одно такое задание обычно оно выглядит как личное письмо то есть вам нужно написать личное письмо другу по переписке из страны либо это Англия либо США итак структура личного письма всегда в личном письме у вас должно быть типизированное введение то есть обращение к тому кому вы пишете например dear John и какая-нибудь вводная фраза например thanks for your letter it was great to hear from you спасибо за твое письмо было очень приятно получить его также вы должны всегда однотипно правильно заканчивать ваши письма например well that's all for now do right back soon ну что ж это все новости на данный момент пожалуйста напиши вскоре и всегда должно быть типизированное окончание например love Kate то есть с любовью и как бы тот кто пишет письмо Kate обратите пожалуйста внимание на то что вы должны в структуре вашего личного письма разработать каждое из указанных условий обычно дается три условия и обратите внимание на то что каждое условие должно помещаться в каждом как бы в новый абзац то есть у вас есть абзац введения есть например три абзаца которые рассматривают условия и одна заключенная фраза в конце письма также не забывайте о том что вы должны пользоваться различными вводными конструкциями это как бы тоже оценивается и очень важно при письменном высказывании например такие вводные конструкции first of all прежде всего moreover более того unfortunately к сожалению by the way кстати I think я думаю я считаю я полагаю but но however однако не забывайте о том что вы должны использовать разнообразную лексику то есть старайтесь не употреблять одно и то же слово более двух раз если у вас скажем часто встречается слово interesting то есть более чем два раза замените его другими словами fine curious и прочее а также важно использование грамматики то есть это тоже оценивается в ходе написания личного письма однако не заумно как бы не надо писать слишком заумные фразы потому что вы должны употреблять ее правильно потому что если вы будете употреблять заумную грамматику скажем третий тип условных предложений но вы сделаете в нем ошибку она не будет засчитана и вы только потеряете баллы а не как бы прибавите их поэтому используйте всегда ту грамматику ту лексику те конструкции в которых вы уверены итак мы подошли к части письма в этом задании вы столкнетесь с написанием личного письма то есть письма другу по переписке давайте прочтем задание вы получили письмо от друга по переписке в котором он или она жалуются на то что его или ее родители хотят чтобы он или она читали классических авторов тогда как он или она очень любят фэнтези напишите письмо своему другу по переписке в котором вы должны указать следующее влияют ли ваши родители на ваш выбор литературы какой ваш любимый литературный жанр и почему где вы обычно достаете книги откуда вы берете книги которые бы вам хотелось прочесть обратите внимание на то что нужно написать письмо в объеме не менее ста слов нельзя использовать никакую личную информацию например имена даты адреса начните ваше письмо так как положено то есть в необходимом образом итак как нужно правильно писать личное письмо то есть какая скажем так небольшой план ваших действий во первых вы уже видя перед собой формулировку задания вы можете для себя обозначить сколько абзацев у вас получится почему это так важно наличие абзацев потому что правильная структура относится к тем как раз к тому пункту оценивания сочинения как структурированность и логичность связанность итак в первом абзаце вашего письма вы можете немножечко переформулировать тот запрос который у вас есть перед вот этими вот тремя коммуникативными ситуациями то есть вы как бы здороваетесь благодарите за письмо спрашивайте скажем как дела и немножечко другими словами переформулируете то что как бы вам вдруг написал в письме второй абзац соответствует описанию первой коммуникативной ситуации соответственно это третий абзац и третья последняя коммуникативная ситуация это четвертый абзац но и в пятом последнем небольшом абзацике вы должны как бы попрощаться да вот объяснить почему на этом месте прекращаете ваше письмо выразить нетерпение то что вы с нетерпением ждете письма от вашего друга и попрощаться также должным образом то есть так как это положено по правилам написания письма итак рекомендации относительно структуры начало да dear это поскольку это письмо другу поэтому dear и имя dear Mary dear John dear Michael for example далее мы пишем благодарственное благодарность за письмо например thanks for your letter it was great to hear from you спасибо за письмо было приятно услышать у тебя ну и далее по тексту что-то например ты пишешь или я напишу я пишу тебе чтобы поддержать тебя вот я знаю что ты очень любишь фэнтези но твои родители хотят чтобы ты читал классических авторов и вот я хочу поделиться чтобы поддержать тебя и дать какие-то рекомендации то есть вот это примерный текст первого скажем абзаца далее вы во втором абзаце вы выделяете абзац конечно же и во втором рассказывать о себе не забывайте пожалуйста о том что нужно употреблять различные вводные конструкции да вот вы можете ввести например второй абзац так ask for me что касается меня или например I think я думаю или мои родители то есть считают что я наоборот могу сам выбирать книги или вы можете написать о том что вам тоже как-то родители или может быть друзья и учителя как-то советуют книги для чтения здесь вы развиваете мысли относительно себя то есть вы пишете как вы выбираете книги далее третий абзац вы описываете свой любимый литературный жанр и обоснуете и совет такой не пишите очень длинное многоэтажное предложение то есть не переосердствуйте пусть у вас будет только один какой-то союз предложений например but because но потому что as since так как however однако то есть сильно такие вот так чтобы у вас одно один абзац состоял из одного предложения это не очень хорошо скажем так не совет не рекомендуется так делать далее четвертый абзац где вы обычно берете книги я понимаю что для вас например вариант ответа скорее всего будет один ну я скачиваю из интернета это как бы сейчас нормально надо написать просто что я нахожу книгу в интернете скачиваю читаю ее на компьютере электронной книжки или мобильном телефоне это слишком мало то есть даже если вы например не пользуетесь библиотеками напишите что иногда вы все-таки ходите в библиотеку потому что вам приятно подержать в руках иногда печатную книгу или скажем так иногда вы там берете ее у друждей но чаще всего вы скачиваете ее из интернета вам нужно расширить немножечко свою вот это вот короткий ответ на вопрос почему потому что каждый ваш абзац должен содержать 3-4 небольших предложения коротких опять-таки этого будет достаточно для того чтобы сформировать письмо примерно 120-150 символов однако не забывайте не символ а во слов не забывайте о том что вы не должны вылазить за поля писать вне ограниченного поля потому что это ваше когда сочинение просто не будет проверяться итак вы описали каждую из трех коммуникативных ситуаций что очень важно ни в коем случае не смешивайте их в один абзац это также будет ошибкой грубейшей ну и последняя запрещенная фраза например looking forward to hearing from you с незепением жду от тебя ответа или же that's all for now I have to go now это все нам это собственно все новости или все что я хотела бы тебе написать и мне нужно уже идти например помогать маме или делать домашнее задание или вы можете произвольно придумать чем вы можете быть заняты ну и стандартное типизированное завершение love запятая и с новой собственно с новой строки имя только имя указывается без фамилии без ничего та же кейт та же мэри главное следить чтобы письмо то есть имя человека которому вы пишете и ваше собственное но как бы отличается и обойти внимание на то что нельзя ни в коем случае в конце письма после имени ставить точку то есть love запятая кейт best wishes запятая джон но ни в коем случае не точка в конце это также будет большой ошибкой таким образом еще небольшой совет о том что вы должны пользоваться разнообразной грамматикой когда будете писать письмо однако не переусердствуйте то есть не употребляйте такие грамматические конструкции в которых вы просто не уверены в конце концов чем проще тем лучше небольшие простые предложения с простыми союзами и та и неповторяющаяся лексика то есть старайтесь не употреблять одно и то же слово более двух раз и то если вы пишете например очень распространенное такое вот слово прилагательное как interesting не употребляйте interesting пять раз в одном письме это показывает то что вы просто не можете подобрать синонимов лучше обойдите это слово или же вспомните какие-то подходящие слова чтобы выразить свою идею и таким образом можно сделать вывод что мы с вами разобрали момент как правильно писать личное письмо в английском языке на этом все с вами был учитель образовательного портала вне школы Комарова Рина Викторовна подписывайтесь на наш канал и смотрите разборы тестов ЗНО по другим предметам а также бесплатные онлайн уроки которые помогут вам подготовиться к ЗНО также не пропускайте другие полезные видео из мира образования удачи вам в прохождении внешнего независимого оценивания good luck see you soon goodbye bye